Вашингтон Эксэминер, США Трамп должен наказать Путина за проводимую осадом бомбардировку мирных жителей в провинции Идлиб Том Роган Вашингтон Эксэминер, США 29 мая 2019 года Вместе с Ираном и силами Башара осада Россия разрушает расположенную на западе Сирии провинцию Идлиб За свое свирепое желание причинить максимальную боль гражданскому населению Россия заслуживает введение новых американских санкций, а также санкций Европейского Чаюза Потому что намерения России ясны Как я уже подчеркивал 2 мая, в результате своих авианалетов Россия за последние два месяца полностью разрушила или серьезно повредила десятки больниц Подобного рода удары продолжаются, и особенно жестокая атака была предпринята в конце прошлой недели Однако эти налеты не являются трагическими несчастными случаями в ходе войны Напротив, речь идет об умышленных действиях России, направленных на то, чтобы сломить решимость находящихся в Идлибе повстанческих группировок в их борьбе с силами осада Владимир Путин намерен заставить так страдать мирное население, чтобы оппозиционные осаду силы решили сложить оружие Это серьезное военное преступление с откровенно злобной мотивацией Хотя Бен Роц, Бен Родес, бывший советник по внешней политике президента Обамы, примечание редакции на СМИ, так этого и не понял Подобные действия являются постоянным стратегическим выбором для российской внешней политики Исходя из того, что самым большим желанием Путина является ослабление нынешних американских санкций Соединенные Штаты должны удвоить их в отношении России Трамп должен выступить с предупреждением Если Россия немедленно не прекратит разрушать объекты гражданской инфраструктуры Соединенные Штаты призовут Европейский Союз к тому, чтобы он согласился ввести новые санкции в отношении наиболее ценного российского экспортера Ее энергетического комплекса Это заставит Путина изменить свой курс в Сирии А в противном случае он столкнется с новым серьезным ударом по своей экономике Подобные требования Соединенных Штатов заставит Евросоюз либо действовать в очевидных моральных интересах Либо продемонстрировать постыдное по своей сути расхождение между используемой риторикой и реальными действиями В любом случае Соединенные Штаты должны осознать, насколько важно в моральном плане остановить то, что происходит в Идлибе Турция обещала предотвратить кровавую бойню, но не смогла этого сделать, поскольку президент Реджеп Эрдоган является новым подручным Путина Нам самим предстоит это сделать Мы должны призвать русских прекратить их действия или наказать их, если они игнорируют наши требования Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ